Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Пламенный привет всем, кто смотрит и слушает первый-единственный в России телеканал с инхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Я невероятно счастлива представить вам сегодняшнего гостя, потому что он непосредственно связан с чемпионатом мира по футболу, который именно сегодня стартует в Москве, в Лужниках. А каким образом он связан? Смотрите сюда, друзья. Это официальный музыкальный инструмент чемпионата мира по футболу в России. Создатель «Ложек Победы» Рустам Нагманов. Рустам, привет. Добрый день. Все правильно я сказала? Небольшое уточнение. Когда создавался данный музыкальный инструмент, мы думали больше, и он является шире. Это не официальный атрибут чемпионата мира по футболу, а болельщик России. То есть это шире, намного понятие. Конечно, согласна. Чемпионат один раз у нас проходит, и когда следующий раз, мне неизвестно пока. И, к сожалению, он не является официальным атрибутом чемпионата мира по футболу, именно FIFA, но он является официальным атрибутом болельщика России, что, на мой взгляд, лучше. Конечно, гораздо важнее и лучше. Друзья, я, конечно, вам советую обязательно, если есть возможность, если вы не в автомобиле, включайте телевизор и посмотрите, потому что они невероятно красивые. Ну и звук. Я думаю, что надо сразу постучать. Конечно. Кстати, да. Заодно покажут нам Рустам, как это правильно делать. Просто ладошку. Это, кстати, мы уже что надо, то истучим. Да, да. Что хочется отметить сразу. Очень прост инструмент в исполнении. Потому что обычные ложки, это же две ложки, музыкальный инструмент, и для того, чтобы стучать на них, там еще нужен необходимый навык. Здесь же все продумано. В-образная форма, над которой ты признавался, трудиться пришлось аж целых два года. Совершенно верно. Ложки, на самом деле, простые, ну, с одной стороны. С другой стороны, велосипед и не нужно придумывать. Российская культура настолько богата, многогранна, что просто необходимо было выбрать, точнее, отобрать все музыкальные инструменты России, которые есть у нас, выбрать из них те, которые наиболее простые в использовании, удобные, мобильные и так далее, адаптивные. И среди них выбрать то, что может стать официальным атрибутом болельщика. Вот, единственное, секундочку, я хочу делать небольшую вставку. Это необходимо было сделать почему-то именно юристу по образованию. А так сложилось, что судьба, она меняет людей или меняет обстоятельства судьбу. Дело в том, что изначально я действительно юрист, причем налоговый юрист. Но так сложилось, что я занимаюсь совершенно другим. Я занимаюсь организацией мероприятий, туристические услуги. То есть я немножко другую, я ушел в сферу ивента. Так возникла идея о создании официального атрибута болельщика. Собственно, когда я участвовал в реализации проекта в Рио-де-Жанейро на Кубке конфедерации, на чемпионате мира по футболу, и увидел замечательные кашеролы, как ответ Бразилии к международному сообществу. Смотрите, у нас есть свои культурные ценности, покупайте, это официальный атрибут болельщика. Тогда и возникла история о том, что... А как же мы? А что у нас? Совершенно верно. И нужно разработать что-то свое, что-то более уникальное. И на самом деле он более уникальный, могу объяснить почему. Конечно. В отличие от кашерол, погремушек, трещоток и всех других музыкальных инструментов, которые издают просто шум, ложки позволяют набить определенный ритм или мелодию. Более того, маневрировать еще звуками. Он может быть более глухой, если полный удар об ладошку, либо если ограни, он более звонкий. То есть не только просто ритм и мелодия, но еще и определенные звуки, тональности. И он стал лучше. Вообще можно совершенствовать мастерство свое. Я знаю, что каким-то образом еще и господин Мутко повлиял на создание этих лужек. То есть на появление идеи, точнее. На появление идеи, да. Конечно, замечательная речь о господине Мутко. Во время жеребьевки Цюрихи она дала о себе знать. И тогда, собственно, и возникла идея, что раз есть вуузелы, кашеролы, другие музыкальные инструменты, известные всем, южнокорейские палочки надувные, которые перекочевали в Америку и стали неким брендом, а почему в России ничего нету? Нельзя просто так встречать болельщиков из всех стран мира, не представить что-то свое. Конечно, хлеб, соль, это понятно. И танцы прекрасные, да? А чем стучать? И в России не только матрешки, было лайки, шапки-ушанки. Есть и другие инструменты, которые также можно адаптировать под современные реалии, придать им современную форму, визуализацию и сделать удобными. Я хочу сказать, вот сейчас на свое мнение, что из всех там ранее тобой перечисленных инструментов официальных музыкальных в других странах, мне кажется, действительно, вот этот звук, он совершенно не раздражает ухо. Более того... И даже рядом с тобой могут находиться, даже если это достаточно много человек будут стучать. Совершенно верно. И более того, удар в ложках напоминает удар аплодисментов. Да. И ритм, и удар, и музыка, и цоканье. И таким образом болельщики выражают свои эмоции. А как обычно болельщики выражают эмоции? Они аплодируют. Ну, кричат, да. Ну, кричат, но и так или иначе аплодируют. А ложки позволяют сделать аплодисменты более звонкими, четкими и выбить определенный ритм. Ну, и расскажи, пожалуйста, как же оно дальше? Итак, ты понял, что срочно России нужен официальный музыкальный инструмент для болельщиков. Дальше ты побежал куда? В архивы. Смотреть, какие инструменты есть. Совершенно верно. Да? Так. Да. Увидел гусли, увидел баян, балалайку. Совершенно верно. Я сразу же убрал все струнные, духовые, клавишные музыкальные инструменты. Просто потому, что на них сложно играть, они громоздкие, они неудобные, просто-напросто. Я остановился на трех инструментах. Это погремушка, трещотка и, собственно, ложки. Кстати, да, трещотка. Да. Но трещотка, она все равно не позволяет выбить определенный ритм, она сложна в использовании, она больше относится к шумовому инструменту. А не хотелось повторить ошибку в Бразилии со звуком улья. Хотелось, чтобы все-таки мы отличались, и инструмент был более удобным. Так-то хорошо, ты сошел сам с собой во мнении, что все-таки это ложки. Дальше. Куда ты пошел? Кого ты звонил? Что сделал? Дальше я начал сам самостоятельно разрабатывать, искал деньги, не нашел, в результате вкладывал собственные средства. Но в результате я решил подать на грант президентский, как раз-таки на разработку официального музыкального инструмента «Болельщика России». А к своему удивлению я выиграл, почему знал от знакомых, которые мне звонили и спрашивали, у тебя случайно фамилия Ненугманов, и ты не связан ли как-то с ложками, поскольку в газетах написали о том, что было разыграно порядка двух миллиардов, если не ошибаюсь. Да что ты! Но все новости говорили только про ложки. Был выделен миллион рублей, который позволил мне... Лично президентом одобрено. Лично президентом, оператором выступило Министерство культуры Российской Федерации на розыгрыш президентских грантов. Эти деньги мне позволили как раз-таки подобрать нужный материал, испортить более тысячи экземпляров, прежде чем добиться. Совершенно верно, потому что сложно было подобрать именно плотность материала, сам материал. Сначала деревянные были, да? А потом еще какие-то были изменения? Да, деревянные, они, конечно, безусловно, красивые, они исконно русские, но есть у них один минус большой, они хрупкие, к сожалению. И для использования именно на массовых мероприятиях они непригодны. Щепки будут лететь только в разные стороны. Совершенно верно. Конечно, это тоже неплохо, когда щепки летят и болельщики болеют. Но, с другой стороны, они должны все-таки быть безопасными, и в этом случае как раз подошел пластик. Сами ложки изготовлены из АБС-пластика, а адаптер из термоэластопласт. Но это все полимерные материалы, которые безопасны в использовании. Ну, есть, конечно, не рекомендуют все-таки, это музыкальный инструмент болельщика, и вряд ли было лайки едят, в том числе на них играют. Но в то же время можно и есть. Я сейчас немножко многим, наверное, напомню, знаете, такую историю магазина на диване, но я прям очень хочу поделиться своими ощущениями, потому что очень удобно держать в руках, не выскальзывает однозначно, очень просто в использовании, и даже не хочется выпускать. Вот это вот что? Вот как это объяснить? Чем вы зарядили эти ложки, Рустам, хочется спросить? Это необъяснимый эффект. Особенно... Может быть, правда, гены какие-то, может быть, какие-то у нас... Особенно это ощущается в деревянных, потому что они действительно являются таким успокаивающим средством, особенно дерево. К сожалению, пластик не позволяет этого сделать, но деревянные ложки, они переносят какой-то дух, ценности, не знаю. Вся история началась же аж с 2010 года, если я не ошибаюсь. Ну, собственно, когда я проходил Жебьев в Кацурихе, и Виталий Гвудков помог, в том числе, прийти к этой идее. Ну, и сколько времени прошло до тех пор, пока уже стал ты выпускать какие-то первые экземпляры? Выпускать мы начали в прошлом году, опять-таки, благодаря президентскому гранту. Как раз по отчетным материалам были разработаны первые 100 пробных экземпляров, а впоследствии 100 конечных экземпляров, которые мы произвели, и тогда поняли, что вот они, ложки, те, которые можно использовать. До этого делались ложки, но для того, чтобы их производить, ну, даже в том виде, в каком мы имеем сейчас возможность, необходимы литьевые установки, которые требуют инвестиций, вложений. Ох, понятно, конечно. И так далее, и так далее. И более того, президентского гранта не хватило на разработки, но президентский грант очень помог добиться результата. Так, хорошо. Так дальше что, на собственные средства происходит? На собственные средства. К сожалению, я открыт перед всей Россией. Готов сотрудничать с дистрибуцией, к помощи в реализации продукции, производстве, инвестиции, как угодно, потому что это действительно русский народный инструмент. Это наша ценность, отражение, это современная интерпретация русских ценностей. И я считаю, что это не только атрибут чемпионата мира по футболу, это атрибут различных матчей, соревнований России. Ведь если посмотреть по поводу, мы говорили, самой формы, она напоминает Ви, Виктория, от слова победа. Отсюда и возникло слово ложки победы. Более того, они олицетворяют дух соперничества, потому что два соперника на турнире, в футбольном матче, друг с другом бьются. То есть, с одной стороны, это может быть Россия, с другой, Германия, два матча. Это может быть бокс, это может быть теннис. Более того, ложки съемные. И таким образом можно собирать коллекции из разных игроков, сборных команд или отдельных спортсменов, за которых болеют болельщики. Друзья, в общем, конечно, эта штука очень крутая, замечательная. Мы обязательно продолжим разговор о ложках победы. Буквально через несколько минуток оставайтесь с нами. Друзья, а если бы не Рустам Нугманов, мы бы с вами никогда не увидели вот этот замечательный музыкальный, официальный инструмент русских, российских болельщиков, спортивных. Рустам, создатели этих самых ложек победы сегодня у нас в студию. И ложки тоже в студию. Мы, конечно, никак не могли без них обойтись. Я во время звучания песен, рекламы с огромным удовольствием стучу. Я думаю, что вы уже тоже 100% захотели обладать такими ложками. А уж тем более, если у вас есть билеты на чемпионат мира по футболу, может быть, даже сегодня уже отправитесь, надо, конечно, поторопиться. С заказом ложек. Вот мы переходим к очень важному моменту, Рустам. Официальный сайт есть? Есть официальный сайт, виспун.ру и виспун.шоп, где сейчас осуществляется реализация продукции. Но мы переходим, я думаю, что в течение недели максимум мы выйдем на розничную продажу. Вот, это же очень важно, конечно. Уже отправляются заказы в Калининград, в Самара. То есть, ну, мы работаем в Санкт-Петербург. Но, в первую очередь, конечно, Москва. Очень сложно мне самому поднять полностью дистрибуцию по всем регионам России. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы каждый болельщик смог приобрести хотя бы один экземпляр и поболеть за свою сборную. Ох, конечно, это огромное удовольствие. Знаете, что еще классно? На этом же официальном сайте, виспун.ру, можно создать свою уникальную ложку, выбрать цвет, выбрать цвет В-адаптера, загрузить логотип ложки и даже логотип держателя. Совершенно верно. В принципе, тут можно и свои фотографии, что угодно грузить. Все, что угодно можно сделать. Это собрать собственные ложки победы. Слушай, муж и жена, вот если кому-то на свадьбу дарить. Одна сатана. Да, одна ложка. Совершенно верно. Ну, как раз идея-то такая, чтобы на каждый матч ложки производились, да, то есть те команды, которые и их флаги официальные. Это тоже уже все происходит? Да, это тоже уже происходит. К сожалению, полностью реализовать так, что все ложки будут напечатаны, как те, которые мы держим красиво и сложно будет. Скорее всего, мы будем... Здесь пока российские флаги мы видим внутри. В флаге будет выпущено еще большое количество ложек именно от российских, но также мы сделаем универсальные ложки, где будут либо ограниченные в серии флаги отдельных стран для возможности боления, а также стикеры на адаптере с разными странами для возможности собственной индивидуализации. Но вот над этим мы сейчас как раз-таки работаем, производим, и вот скоро все смогут купить. Пока что на сайте, к сожалению, тираж тоже заказа пока что от ста штук для именно индивидуализации своей. Мы дорабатываем, мы усиливаем производство, просто мы не успеваем производить в таком количестве, поэтому от ста штук. Но скоро будет и единичный экземпляр. Я даже не сомневаюсь, потому что, коль вы столько лет к этому ушли, и в итоге вышли на то, что за свои средства все это дело производите, то, в общем, все должно все равно получится хорошо. Я уверена, что и партнеры обязательно появятся. Рустам, скажи мне, пожалуйста, еще вот какую штуку. Есть же еще некто Евгений Колчинский. Совершенно верно. Который тоже является отцом-основателем. Совершенно верно. Евгений Колчинский, и я, собственно, команда разработчиков этого продукта. Заслуга Евгения Колчинского заключается в том, что он придумал и запатентовал крепление двух перкуссионных устройств. То есть это не касается ложек, это касается Вовузел, Маракас, то есть абсолютно любых инструментов ударных, даже ударные палочки, если они скрепляются каким-то образом, это его патент. Это все Евгений. Это Евгений Колчинский. На основе его патента я уже последствия доработал, почему бы не ложки. И сделал, собственно, то, что мы держим в руках. То есть начально они были из простого крепежа с деревянными ложками, которые продаются на рынках. Хохлома, кудрина, роспись, джель, различные обычные ложки деревянные. Впоследствии они стали пластиковыми. С помощью наших партнеров CarFeed of Lab мы доработали уже тот проект, который вот сейчас имеем. Мы вместе работали над ним, рисовали чертежи, 3D-модели, отливали, делали одну установку, потом новую установку, потом еще установку, потом меняли закладные на эти установки литьевые. И таким образом, говорю, что серьезно, мы порядка тысячи ложек точно уничтожили, переработали, потом опять создавали их, пока не пришли к такому варианту. И на самом деле немножко обидно, когда многие пишут о том, что на разработку ложек миллион рублей, я честно открыт к любым предложениям. Слушай, ну это же не одноразовые ложки, мне кажется, люди просто не совсем понимают, о чем идет речь. Совершенно верно. Я открыт к предложениям людей, которые готовы за дешево вклады и свои деньги производить. Ради бога. Давайте сотрудничать, будем делать совместно. Рустам, насколько прочный вот этот вариант ложки? Он очень прочный. А если человек, скажем так, ну такой русский богатырь сидит на стадионе, сожмет, может ли он каким-то образом повредить этот официальный музыкальный инструмент бахильщиков? Ну, если, конечно, их растягивать сильно, то возможно, что они сломаются, ну это нужно очень сильно их тянуть. При ударе они не ломаются, мы причем пробовали ударять и о бетонные, какие-то перекрытия металлические, они выдерживают. Но опять-таки, ну... Ну, понятно, да, уже все в пределах разумного, разумеется. Все в пределах разумного, все ломается. Но в отличие от деревянных, они, конечно, прочные. Так, ну и, соответственно, детям маленьким тоже, если вот они в рот захотят потянуть там. Конечно, конечно. То же все абсолютно совершенно безопасно. Рустам, проводились ли какие-то тестирования? Во всяком случае, вот там некоторое время назад, даже год чуть больше, ты рассказывал интервью, что обязательно будут какие-то комиссии проверять эти ложки, смотреть их, одобрять, не одобрять. Были ли подобные истории? Нет, немножко по-другому. Дело в том, что нет каких-то официальных требований по безопасности. Специалистов по ложкам. Да, не то, что специалисты, в принципе, требования по безопасности музыкального инструмента болельщик или еще что-то. Что-то, да, как странно звучит профессия. Это все, как правило, выходит из народа, как и вузелы, кашеролы, палки и так далее. То есть все это выходит из народа, и люди сами приходят на стадион болеть, поскольку это им нравится. То же самое и здесь. Все апробации, исследования, они проводились, ну, путем собрания или переговора со специалистами из музыкальной отрасли, из безопасности, которые... Все-таки были эти консультации. Они, консультации были, конечно, но они неофициальные. Ну, то есть, ну, они официальные, поскольку это люди действительно представляют сильные отрасли, но с точки зрения каких-то лицензий, справок там и так далее, их невозможно получить, потому что все это очень субъективно и относительно требований ГОСТов, стандартов не существует. Вот. И что мы могли сделать? Так это просто облегчили вес ложек. Они весят порядка 100 грамм. Да, они очень легкие. Они очень легкие. К сравнению, обычный дешевый телефон, который допустимо пронести на стадион, ну, в пределах 2000 рублей, он весит от 80 до 120 грамм. Они весят порядка 100 грамм. Причем по аэродинамическим способностям телефон менее безопасен, нежели ложки. Потому что ложки, во-первых, они пружинят, они легкие, и, собственно, даже при ударе, за счет, опять-таки, амортизации ложек друг от друга, они смягчают удар. Телефон нет. Я, что могу сказать, друзья, все. Я точно себя записала в Лошкари. Предлагаю вам также присоединяться. У нас опять короткая пауза, после чего продолжим общаться с Рустамом. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Да, друзья, вы, пожалуйста, только не удивляйтесь, если все последующие дни эфира будете видеть ведущих в руках с ложками победы. Дело даже не в том, что мы там являемся такими ярыми болельщиками футбола, нет. Просто действительно очень классный инструмент. Между прочим, музыкальный, официальный инструмент болельщика в России. У нас в гостях Рустам Нугманов, как раз создатель этих самых ложек победы. Рустам, ну, ведь что получается? Не только в нашей стране можно болельщикам использовать этот инструмент. Где-то даже за рубежом, и даже если в матче не наши спортсмены принимают участие, тоже могут использовать болельщики. Конечно, совершенно верно. Это, в принципе, даже если мы вспомним историю, в Бразилии были сделаны кашероллы. Все кашероллы имели форму такого яйца, на который желтого цвета, с синими вставками для пальцев, и на них была символика. Это, собственно, символика. А напомню, пожалуйста, как он... Что это такое вообще? Это форма некого такого яйца, внутри из него крошка, которая создает шум при трясении... Как раз погремушка какая-то какая-то. Да, некая погремушка условно. Она желтая, синего цвета флаг, с логотипом FIFA и, собственно, с логотипом Бразилии, ну, национальной символикой. Собственно, идея такова же с ложками. То есть, в первую очередь, мы хотим презентовать ложки России, поскольку все-таки все приезжают в Россию. Это родина. Это наши культурные ценности, мы их представляем всем. Но дополнительно также, как вы, собственно, мы спросили, что другие игроки, болельщики других стран могут приобретать ложки с символикой собственной страны для, опять-таки, боления за свою страну. А наносить сами, что захотят, могут тоже? Совершенно верно, тоже возможно. Очень много у нас... Есть же уже, уже есть прям конкретные примеры. Да. Ну, поделись. Примеров очень много. В частности, как ни странно, немножко обидно за страну, но интерес появляют другие страны. В частности, в 2022 году планируется проведение чемпионата мира по футболу в Катаре и уже сейчас поступают запросы подготовки официальной атрибутики на, собственно, будущий, грядущий чемпионат мира. В России такого интереса, к сожалению, пока что нет. Пока что нет. Ну, иногда, знаешь, это, может быть, чаще связано с нашей страной. Надо, как говорят, добиться успеха большого там и так далее. Здесь признают сразу так. Но, с другой стороны, ведь президент лично одобрял этот инструмент. Кстати, есть у Владимира Владимировича ложки победы? Нет. А у нас есть хоть в чем-то вы... Очень удивительная вещь. Я надеюсь, что все-таки они должны у него быть, но просто официально я не вручал эти ложки. Соответственно, мне сложно судить, есть они или нет, но, скорее всего, их нет. Ну, я думаю, что появятся, особенно после этого эфира. Я очень надеюсь, потому что это не просто какая-то трещотка, это некая история, это национальный символ, символ России, символ победы, символ культурных ценностей. Это в том числе и патриотическая история. Тоже есть. Ну, как бы ложки должны быть у всех. И, понятное дело, что были комментарии просто после публикации СМИ о том, что нам осталось еще балалайку взять с собой на стадион, переодеться в русские народные костюмы и болеть за Россию. Почему нет? Ну, на самом деле... Ну, все это впереди. Я уверена, что Рустам вместе с Евгением Колчинским обязательно сумеет и с балалайки что-нибудь такое сделать, очень удобное в использовании. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что это история. История также развивается, она трансформируется, адаптируется. И в том числе какие-то элементы русской росписи, оно тоже трансформируется в современную одежду. То есть, ну, как бы модельеры тоже используют какие-то отдельные орнаменты и так далее. Ложки тоже культурная ценность, которая преобразовалась в такой современный облик, и можно болеть. И я не считаю, что это стыдно. Ну, это скорее должно быть стыдно за страну тогда, которая имеет такие культурные ценности. Ну, что ты, конечно. Скажи мне, пожалуйста, Рустам, дорогой, была ли идея у вас, Женя, может быть, у тебя, сделать их более, так скажем, универсальными? В том смысле, например, чтобы одна лочка раз доставалась из выкрепления, и ее можно было бы похлебать принесенный с собой какой-то борщец, например. Ну, ее можно и снять. Друзья. Она съемная. Гениальное изобретение! Это просто великолепно! Она действительно снимает. Она не съемная, причем довольно легко снимается и обратно вставляется. Ну, то есть это нужно как раз-таки для того, чтобы собирать целые коллекции. То есть, предположим, 32 участника Чемпионата мира по футболу. Так вот оно что! 32 страны, 32 ложки. одно V-образное крепление? Совершенно верно. И разные. Причем V-образное крепление можно отдельно также менять, из-за разных цветов, с разными стикерами. Так вот, что касается все-таки покрытия и борщей. Да. Лучше не стоит. Это называется не пищевым лаком, поэтому все-таки есть не рекомендуется. Да. А пищевой лак, к сожалению... Рекомендуется проконсультироваться с врачами, как говорится, перепутавлениями. Обязательно, обязательно. Мы также производим их без лакового покрытия, и можно тоже есть. Ну, хоть на этом спасибо. Хотя я думаю, что в дальнейшем должны быть какие-то... С лаком, они очень красивые. Они прям как фарфоровые. Они действительно очень красивые. Это я прям подтверждаю. Друзья, v-spoon.ru Это сайт. Есть еще один сайт, где можно приобрести... v-spoon.shop И ссылка как раз переводится v-spoon.ru На этот интернет-магазин. Там можно проявить талант по индивидуализации в том числе. Ну, а сколько примерно доставка идет? Это долгая история? Доставка осуществляется по Москве в течение одного рабочего дня. Доставка по регионам мы также делаем. Но здесь просто зависит от того региона, куда. Мы стараемся обрабатывать абсолютно все заказы и все запросы. В первую очередь нам поступают запросы, конечно, от рекламных агентств, промо-агентств для проведения флеш-мобов, пиар-акций, в том числе посвященных чемпионатам мира по футболу, как сувенирная продукция, ну, и дистрибуция в том числе. Ну, как бы есть розничные компании, которые занимаются продажей сувениров, и они тоже обращаются с заказами. Кажется мне вот, что, Рустам, что ложки победы далеко не единственное изобретение, которое ты, там, вместе с Евгением, я не знаю, подарите нашей стране. Наверняка уже подумываете еще о чем-нибудь. Может быть, даже уже не только подумываете, но и приступили к изготовлению. Ну, впоследствии хотелось бы сделать еще варианты детских ложек, потому что, на самом деле, это музыкальный инструмент, болеющий к России, с одной стороны, а с другой стороны, это просто музыкальный инструмент, который можно играть в музыкальной школе и просто как народный атрибут, в том числе. Мы сейчас готовим клип совместно с нашими тоже партнерами, музыкантами на именно ложках, и будем делать такой вот музыкальный сюжет. Я бы даже так сказала, что это начальная стадия, наверное, всех ударников, кто хочет стучать потом на барабанах, можно начинать с ложек и вот это вот постукивать. У нас небольшая пауза, оставайтесь обязательно с нами, продолжим общаться с Рустамом. Друзья, программа «Лучшее в стране» продолжается, и в это уже, конечно, сложно поверить, но действительно у российских болельщиков до настоящего времени не было своего официального музыкального инструмента. Может быть, поэтому были у нас и провалы в спорте? Я не знаю, все может быть. У нас сегодня в гостях, друзья, создатель ложек победы официального музыкального инструмента российских болельщиков Рустам Нугманов. Ложечки вы наверняка увидите, конечно же, и на стадионах, куда отправитесь. Значит, вы увидите и в экранах телевизоров, вы, если будете смотреть матчи, ну и можете, и должны, конечно, заказывать на сайте vv-spoon.ru и v-spoon.shop Пока там. Ну и спрашивайте, конечно, в точках продажи в своем городе, требуйте, пусть они заказывают. И мы поставим. И мы поставим, да. Рустам, дорогой, давай мы сейчас, я попрошу тебя небольшой мастер-класс, показать, как правильно использовать этот инструмент, вот чтобы сразу люди, если заказали, то они уже взяли в руки и уже в полном вооружении отправились на стадион. Ну, собственно, я как юрист по образованию, конечно, имею музыкальное образование, но я заканчивал музыкальную школу по классу фортепиано, но все же юрист по образованию, продемонстрирую, насколько они простые. Дело в том, что играть, собственно, как на собственные аплодисменты, необходимо ударяя другую ладонь, причем звук может быть как глухим, так и более звонким, то есть при ударе открытой ладони он более глухой, при ударе, собственно, края он более звонкий, то есть таким образом можно тоже маневрировать звуки. Разница слышна? Конечно. Ну, о чем я и говорил, о разных тональностях, ритмах и так далее. В том числе, возможно, просто одной рукой. Ну и дальше уже, собственно... Это уже бесконечное случение, да? Как угодно. И ноги, мы тоже сидим, как собственные болельщики. А в любую часть тела, в общем-то, можно это делать. Да, и мы сидим, и, собственно, болельщики тоже сидят, когда смотрят матч, и это очень удобно, потому что руки тоже могут уставать от долгого боления. Можно использовать и ноги. Ну, а кому голову не жалко... Это когда Россия будет забивать гол, собственно, весь стадион должен обязательно стучать именно таким образом. Отличный звук, да. Ну, а голову желательно все-таки этого не делать, да? Ну, конечно. Да. Шлемы специальные Рустам еще не придумал для этого. Так что, в общем, да. В общем, вот такая штука, друзья. Так, ну что ж, отличный мастер-класс. Я думаю, многие, конечно, с удовольствием это все используют и будут употреблять обязательно эту методику в исполнении ложек. Ну и в Москве очень хочется надеяться, что тоже в ближайшие дни можно не только на сайте будет заказать, но и все-таки заказать эти самые ложки, приобрести где-то уже на улицах, потому что огромное количество болельщиков, и матрешки это хорошо, они раскупят. Платочки там это тоже хорошо, а ложки, конечно, это да. Ну, я думаю, что Рустам тоже будет с вами как-то подружиться. И может быть, вы тут логотипчик страны каким-то образом сможете... Конечно, конечно. ...изобразить. Все возможно, да. Так, ну хорошо, Россия и Саудовская Аравия. Есть ли такая ложка уже в продаже на сайте? В продаже на сайте пока нету ее, к сожалению. Так. Поэтому будем болеть только за Россию. Поэтому логично, конечно. Ну а на какие матчи уже появились? Ну, сейчас все, как я говорил, в разработке находится. Все будет продублировано как в интернет-магазине, так и в розничной продаже. Мы ведем переговоры и параллельно у нас ведется производство практически со всеми большими центральными сувенирными магазинами на Арбате, ну, центральных улицах, центральных парках для того, чтобы болельщики смогли, иностранцы, покупать данные ложки. Я думаю, что буквально в течение недели, максимум двух недель, ложки мы представим практически во всех основных точках розничной продажи сувениров. Пусть именно так и будет. В связи с тем, что мы уже поняли по разговору, что ты очень много времени уделяешь ложкам, и команда вся твоя замечательная, остается ли время на другие деятельности? Приходится работать нон-стоп, потому что в день по 3-4-5 съемок снимают все российские телеканалы СМИ, иностранные СМИ. Приходится работать просто без сна. Причем, что буквально две недели у меня состоялось, наверное, самое важное событие в жизни, у меня родилась дочка. Поздравляем мы тебя! Это новый источник вдохновения, счастья, радости, успеха, всего, что только есть у меня. Это позволяет, это новый заряд энергии, поэтому работы приходится еще больше, в два раза, в три раза больше. Поэтому приходится буквально нон-стоп. Я занимаюсь параллельно организацией мероприятий, как я и говорил, и туризм, и ложки являются скорее хобби, которые... Пока что хобби только, да, не бизнесом совершенно. Совершенно верно. Рустам, я хочу тебя искренне поблагодарить за то, что ты к нам пришел. Конечно, в первую очередь поблагодарить за твою идею, которая к тебе пришла в голову. Спасибо. За то, что ты так мужественно и уверенно, не сдаваясь, все-таки шел к ней с помощью государства, без помощи и так далее. Что ты все-таки эту идею воплотила. Я думаю, что воздастся. Друзья, вы обязательно должны зайти на сайт www.defispun.ru, ложечки посмотреть, выбрать, которые вам нравятся, либо смотреть уже и требовать в каких-то пунктах продажи в своих городах, ну и приобрести такую штуку. Мне кажется, что детям, ну с какого возраста? Ну с годом? Ноль плюс. Ноль плюс. О, шикарно просто. Давай мы с тобой пожелаем победы нашим спортсменам. Терпение, в первую очередь, болельщикам нашим, России, и побед, удача сборной команде по России и другим странам. Просто хорошего футбола всем. Ты, кстати, вообще спортом сам увлекаешься? Я увлекаюсь немножко странным для России спортом. Я увлекаюсь гольфом. Да. Но здесь сложно применить ложки, к сожалению, потому что в России гольф не развит, но я тоже надеюсь, что в будущем он станет важным, важным составляющим спортивным жизнью России. Я даже не знаю, что лучше. Был бы ты спортсменом или лучше то, что ты стал создателем официального музыкального инструмента российских болельщиков. Ложки и победы. Ура. Рустам Нагманов, спасибо, Рустам. Мы будем рады тебя видеть еще. Спасибо большое всем. Программа «Лучшее стране». Спасибо. Спасибо.